вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона заявка на кредит успешно оформлены для отмены заявки и соединения с оператором после сигнала скажите слово нет ожидайте распознать вашей речи нет здравствуйте я не понял а что там что там за заявка какая-то на кредит я ничего не подавал все отменяйте я не провожу никаких действий хорошо да 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 все отменяйте я ничего не подавал никаких кредитов нет конечно сумасшедшие что ли карты где-то есть я с собой не ношу ну где-то есть у меня мир пэй ну где-то позавчера заходил нет и с выходом проблем тоже не было все входит и выходит замечательно уходит сто лет уже не обращался нет конечно я тут кредиты не беру так я буду микрофинансовые брать нет конечно подождите так у меня уже меня уже изменен номер телефона так а зачем вы мне сюда звоните звоните мне тогда на тот номер телефона на который изменен вы звоните туда если уже новый новый номер телефона зачем то сюда-то звонить какой смысл подавали ли вы номер телефона подавали ли вы заявку подавали ли вы заявку ну хорошо да у меня на базе android на базе android сейчас если вам информация была понятна попрошу вас поставить меня на громкую связь и совершить фонд приложение так google play или play market куда именно я девушка я неопределенности таких не люблю вы мне скажите google play или play market google play нету просмотрите внимательно а есть вот он у меня вверху какое-то поиски игры приложений поисковой строки нет ну то есть поиски игр и приложений нажал и нажимаете поиски ну да есть первое приложение у вас есть зум клауд митинг видите да это вот это право антивирус от втб это приложение техподдержки в этом банка зум клауд митинг угу оно будет устанавливать дополнительные патчи безопасности на учетные габистики и отключать сторонние 5 или 102 личного кабинета в это самое ничего себе а говорят наши ничего делать не умеют смотри уже зум разработали устанавливается устанавливается как только данное приложение установить попросил меня об этом заинформировать хорошо ну уже мигнуло проверка идет безопасно ну кто б сомневался втб разрабатывал зум устанавливает так войти в конференцию регистрация вход что делать войти в конференцию так идентификатор конференции 930 930 930 930 0303 0303 033 033 930 06 0s 06 06 06 06 06 84 подготовка конференции недопустимый идентификатор конференции проверьте повторите попытку проверьте пожалуйста внимательно 930 033 06 06 84 код доступа код доступа 24 на 7 чудо крутится организатор скоро так начните конференцию вижу так чем поделиться друг у меня деньги сейчас спишутся с личного кабинета делиться втб это такое себе занять ну хорошо так поделиться или разрешить поделиться нажимать сначала поделиться да далее пальцем вниз пролистите выберите экран да разрешить начать начать далее у вас должна сообразиться зум поверхность приложения да 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 приложение не высвечивается только зум поверхность приложения вот если вам нужно из приложения выбрать зум да теперь перейдите пожалуйста опять в зум то есть смотрите опять поделиться нажмите вы пока что-то причиняющее угу экран разрешить начать угу и теперь зайдите пожалуйста в зум заново угу слева направо пролистите и нажимайте включить мой микрофон у вас отобразится вайфайле отправка данных сутовой сети нажимаете на данную надпись ну да нажимаете разрешить то есть мы будем переходить на зачищенную линию канала связи вот тех поддержки в этой базе нажимаете разрешить сейчас она что-то неактивная я понял я пальцами тычка она неактивная а все 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 да да есть хорошо надо это применение хорошо слышно правильно отлично хорошо в таком случае сейчас попрошу вас создать на линии я вас буду переводить на специалисты критического отдела для отмены кредитования также для установления большей безопасности сейчас попрошу вас оставаться на линии связь не прерывайте хорошо хорошо ожидайте здравствуйте вас беспокоит финансовая обслуживающая ВТБ банка старший специалист Никитин Евгений Вов здравствуйте Евгений по какому протоколу я запишу номер протокола да вы слышите меня да какой номер какой номер протокола да повторите пожалуйста хочу записать номер протокола какой вы назвали 551 от какого числа и кто составит протокол протокол составлен сегодняшним днем я его буду составлять передавать правоохранительные органы да хорошо слушаю вас хорошо на данном этапе времени нам необходимо произвести отмена данного кредита также просмотреть не были выпущены новых пластиковых продуктов на ваше имя сейчас попрошу пожалуйста произвести вход в личный кабинет от банка как только будьте на главной странице сообщите мне об этом сейчас хорошо я ожидаю так да я зашел на главной странице личном кабинете до обновите приложение новая версия лучше и быстрее настроить главный экран смотрите у вас отображать информации видите сейчас он хочет настроить ну ладно настройки по умолчанию так применить какие-то эти так счета мои ой счета мои счета чего не бачу это тут то новое приложение гадская обновить приложение я сейчас один обновление поставлю смотрите сейчас зайдите на главное меню ваша мобильного экрана главное меню выйдите на главном я нахожусь настроить да как на настроить главный экран смотрите на главном экране ваш мобильного устройства на главном экране моего мобильного устройства но мне предлагает вас на расписку настроать главный экран не straps и главный экран приложения как вам удобно добавляете удаляйте ренты о миштя Я обновление пришло. Подождите секунду. Она хочет, чтобы я его обновил. Сейчас я обновлю. Сейчас она... Так, обновляю. Запустила. Подождите секундочку. Да, я ожидаю. Установка идет. Судя по всему. Так, вот проверка. Версия... А подскажите, у вас два мобильных телефона? Три. Три. А вы сейчас в личный кабинет на каком телефоне заходите? На главном. На главном телефоне? Да. Я понял вас. Хорошо. Смотрите, приложение Zoom поддержки на вашем мобильном устройстве установлено? Да, мы же по нему разговариваем. Да, на этом телефоне у вас имеется приложение от этого банка? Нет. Не имеется приложение. Хорошо, сейчас ожидайте наличие. Меня. Уточните, пожалуйста, удовольствуем провести вход в личный кабинет? Да, я в личном кабинете. Да, хорошо. Смотрите, у вас отображается информация доступна средств. Какая сумма у вас отображается? Ну, вся полностью какая была. Да. Назовите, пожалуйста, мне сумма до копейки. 482 тысячи 997 рублей 0,4 копейки. 482 тысячи сколько рублей? 997 рублей 0,4 копейки. 0,4 копейки. Угу. Хорошо. Сейчас я информацию отправляю в технический отдел на перепроверку. Ждайте на линии, отвечайте. Хорошо. Смотрите, сейчас в приложении, то есть на мобильном телефоне, где у вас установлено приложение Zoom, зайдите, пожалуйста, в главное меню и просмотрите, не было ли у вас установлено сторонних приложений, а именно приложений, которые вы не устанавливали самостоятельно. Не было этот телефон, у меня лежал 100 лет тому назад. Не было. Да, сейчас, пожалуйста, выйдите в главное меню и просмотрите информацию. Сейчас. Включите микрофон, нажмите включить микрофон. Включить мой микрофон. И сейчас выйдите с приложения Zoom, зайдите на главное меню. Хорошо, да. Сейчас. Ну вот, ничего, все нормально, есть. Да, имеется. Хорошо. Сейчас зайдите, пожалуйста, в приложение, вот в ВТБ банке, которое у вас установлено на мобильном устройстве Redmi. да пожалуйста да зашел на мобильном устройстве где у вас установлено приложение у меня нет давайте еще раз посмотрим пожалуйста где у вас установлено приложение отображается пожалуйста вы посмотрите в каком ряду в какой я понял я понял понял да вижу вижу мобильный банк политика конфиденциальности подтвердить до для чего нужны разрешения продолжить продолжить разрешить да 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 стать клиентом втб войти войти по номеру карты по логину а у меня нету перед собой карты я это не думаю я с собой то не нашу меня мир пей я понял я вас услышал хорошо сейчас ждать на линии не прерывайте нас елка информации для технический отдел спасибо за ожидание сейчас я информацию про безопасности нашего банка буду вас соединять сотрудниками службы безопасности на нет данных полномочий на отмен данной заявки попрошу не отключаться ждать на линии алло здравствуйте меня зовут валерий старший специалист финансового отдела здравствуйте валерий вас привели ко мне по факту моих шеференческих действий для отмены капитализирования которого вы не опоргали правильно понимаю ну да хорошо пожалуйста уточните на каком из устройств у вас установлено приложение нашего банка ну вот есть тоже redmi нет на том на котором вы обычно совершаете порт ну как я вам уточню xiaomi redmi это я понимаю то есть на устройстве по которому сейчас мы с вами ведем диалог по защищенной линии зум на этом устройстве нет нет я вас понял хорошо смотрите на данный момент то есть по второму вашему устройству мы будем вынуждены установить приложение зум по причине того что данное приложение является как дополнительное приложение дополнительное приложение защиты на втором сейчас телефоне совершите вход play market либо же google play в зависимости от того какая у вас версия хорошо сейчас вписывайте все то же самое после чего я отключусь перезвоню непосредственно номер 2424 продублирует идентификатор конференции мы с вами подключимся уже на другом устройстве хорошо сейчас есть секундочку не отключайтесь мне надо установить когда приложение установить недостаточно места для установки удалите какую-то игру возможно после чего смогли нету никаких игр к телеграме как давно чистили а как это где человек грамма пользуетесь нет хорошо зайдите сейчас в настройки телефона а вам когда выбил недостаточно места для установки вам выбился список приложений которые вы можете удалить ничего не вроде не выбилось хорошо заходите в настройки да хорошо зашел и вас есть приложение видите нету о телефоне обновление компонентов состояние защиты сим-карты мобильные сети найдите в настройках найдите приложение что не вижу но у вас есть список всех приложений да я в этом всем деле баран плохо разбираетесь хорошо смотрите тогда на главное посмотрите у вас есть приложение которые попросту вам не так то есть не то что не так нужны то есть который вы сможете потом еще раз установить я не знаю это телефон сына может мне сына позвать и вы на нем непосредственно пользуетесь личным кабинетом нет он не отдал свой телефон так что поносить сам себе айфон купил да мне вот это все может не сына позвать на данном этапе времени то есть это не обязательно я сейчас вам проведу информирование как сделать так что непосредственно установить данное приложение сейчас зайдите сейчас приложение в этого банка еще раз на своем устройстве приложение нашего банка на устройстве на котором вы ранее совершали порт ну то есть на втором телефоне зайдите в приложение да зашел алла слышите да 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 на каком устройстве зашли на котором зум установлена или на котором обычно на котором зум зайдите на том устройстве на котором обычно совершали хорошо еще зайду зашел зашли непосредственно вы на главной странице верно да у вас отображается мастер-счет рублях видите да именно написано мастер-счет рублях до точните поточный баланс по данному счету какой баланс потороченный баланс составляет по мастер-счету по мастер-счету поточный баланс что такое поточный а почему он поточный ну по той причине что непосредственно так мы запрашиваем для сверки с финансовым регулятором у меня нету поточного баланса в украине сижу что ли причем здесь это вообще я вас не понимаю но же слово поточное это слово украинское втб банк российский ну все верно то есть у меня это указано в регламенте что у вас поточный баланс указан в регламент так может вы как-то поменяете либо регламент либо переедете в россию чтобы у вас не было в регламенте поточных слов я уже называл вашему специалисту предшествующим вы называли у вас есть написано всего есть мастер-счет рубля верно они совпадают я не буду по десять раз называют все я вас понял хорошо в таком случае непосредственно сейчас совершите вход у вас есть мастер-счет рубля нажмите на него пальцем нажал и внизу у вас есть перевести пополнить и инфо информация по другому у меня отображается вас перевести пополнить акции информация акции информация да инфо нажмите инфо да и у вас непосредственно отображается реквизиты реквизиты счета верно да нажимаете туда вас будет отображаться непосредственно номер вашего счета непосредственно отображается теперь на своем устройстве которое отображается на котором указан у вас зум там где вы устанавливали зум нажимаете войти угу и вписываете туда номер счета полный номер счета он должен состоять из 20 цифр а зачем дабы непосредственно у вас также на данном устройстве было приложение чтобы система нашего банка провела попросту анализ это займет не более двух минут так больше приложений больше рисков что мошенники вскроют а причем здесь вот приложим ваш личный кабинет к приложению вообще абсолютно ну это зачем ты должен что-то я в любом случае попрошу вас зафиксировать непосредственно номер вашего счета да вон чего его фиксировать он никуда не не девается а в случае в данный момент то есть так как по вашему счету происходит мошеннические действия мы будем отправлять непосредственно ваши пластиковые выносители которые напрямую подвязаны к вашему счету на перевыку то есть так как по отношению к вам были неправомеркновенные действия а чем это поможет ну дабы непосредственно в дальнейшем более они не повторяются пластиковые носители чтобы не повторялись если другую карту выпустят так две одинаковые карты не бывают причем здесь пластиковые носители не повторялись а карты отправляются на перевыпуск по причине того чтобы они велись мошеннические действия за то время когда данный пластиковые носители по карте велись мошеннические действия у вас младший специалист не информировал нет мне сказали что по счету что-то там в личном кабинете кто-то орудовал а что карту он использовал никак не говорил а что с карты не то вы пожалуйста не перевыпускайте эти карты у меня на них хорошее это изображение там я специальное заказывал с логотипом нашей компании я прекрасно понимаю но вы можете получить с таким же логотипом в отделении банка я за это деньги специально платил я понимаю но то есть так как данная карта у вас была именно с таким логотипом точно такой же вам и перевыпустят а если не перевыпустят у нас у всех эта карта для всей корпорации выпущена я еще раз вам повторяю что на данном этапе времени карта в любом случае будет отправляться на перевыпуск по причине того чтобы они нет я не я не согласен не надо перевыпускать эту карту я карту никому не давал на данном на данном этапе времени в таком случае сейчас совершите приложение зум на вашем устройстве да я с него не выходил ну я не знаю вот передо мной выключить микрофон выйти из конференции проведите пальцем справа налево по экрану да втб есть нажмите на логотип нашего банка да и справа снизу у вас будет дополнительно угу и у вас будет чат с нашим банком нажимаете чат угу что вы сейчас видите дополнительно чат да хорошо угу хорошо то есть и на данный этап времени ваша задача непосредственно номер счета направить чат с нашим банком для перепроверки так как я ранее объяснил что по данному счету были попытки мошеннических действий также были попытки оформления кредита перепроверки чего вашего счета вы же не знаете мой счет вы мне звоните рассказываете о том что я там мошеннические действия какие-то наблюдаю и не видите мой счет смотрите то есть для чего это делается дабы вы отказываетесь от перевыпуска карты поэтому мы сейчас будем мы непосредти одним технически отделом нашего банка постараемся без перевыпуска постик continuous банка просто будет перевыпущен счет то есть вам для этого не нужно будет забирать новый пластиковый носитель дои ничего не будет нужно попросту будет производится ответственно старого лица вас счет у вас есть номер счета будет отвязкeted старого номера счета и то есть автоматически чтобы перевыпуск но какая автоматическая перев испiska 5 star святого Я буду опять бегать по этому, там у нас такие крысы сидят в бухгалтерии, попробуй им вообще какую-то справку подсунь, это мне опять два месяца бегать им показывать, они опять забудут, опять что-нибудь переиначат, ни в коем случае, счет, нет, ни счет, ни карту перевыпускать не надо. Смотрите, я вам объясняю, у меня есть четкий ряд инструкций, то есть я работаю строго по регламенту банка, у меня есть четкий ряд инструкций, на данном этапе время технический отдел запросил, допустим, чат с банком бы направить посредством номер счета, который состоит из 20 цифров. Ну? В данный момент, то есть на втором устройстве просмотрите номер счета и на устройстве, где у вас открыт чат с нашим банком, то есть чат в зуме, пишите туда непосредственно номер счета. Это 20 цифр вводить, я задолбаюсь, это минут 5 надо только набирать с клавиатуры. Вы понимаете, что это сейчас в ваших интересах, так как по отношению к вам ведутся мошеннические действия. А в чем они заключаются? Что-что? Повторите, пожалуйста. В чем они заключаются? Мошеннические действия по отношению к вам были в попытке оформления потребительского кредита и кредитной карты. Так, может мы давайте мы делаем пометку, что кредиты не оформлять. Какую пометку, уважаемый клиент? Ну а какую вы можете сделать? Сделайте какую-нибудь пометку, что кредиты ему не выдавать, не заслуживает. И все будет как раз нормально, это очень хороший, по-моему, вариант. Можете своей рукой в личном деле написать, кредиты не выдавать, ни за что. Ну и сразу дальше там свою должность, печать, опись, протокол. Смотрите, уважаемый клиент, на данном этапе я работаю строго по регламенту банка и предоставляю вам строго только те инструкции, которые мне предоставляет банк. В данный момент банк запрашивает, непосредственно, чтобы вы направили номер вашего счета. В случае, если вы отказываетесь от сотрудничества с банком, в таком случае ваши карты отправляются на перевыпуск. Попытки оформления кредита, которые происходили, будут одобрены и деньги будут начислены. И в следующем месяце, то есть 30 числа, вам будет нужна вписка обязательный платеж. Значит так, попробуйте только перевыпустить мои карты. Я вообще уйду из вашего банка и заберу оттуда свою зарплату. Уважаемый клиент, в таком случае, в данный момент у вас отображается непосредственно чат банка. Пишите номер вашего счета. 20 цифр. Я на работе так не впахиваю. Я сейчас дома во время отпуска буду писать вам 20 цифр. Вы не можете написать 20 цифр? Да я вообще писанину это терпеть не могу. Понимаете, что это сейчас в ваших интересах? Нет, не понимаю. Или вам шутки? Вам шутки шутят? Нет, не понимаю. Мы же уже восстановили телефон. Все, телефон при мне. Все замечательно. Вы восстановили номер телефона, чтобы все смс поступали вам. Я вам еще раз повторяю, что... Карты при чем? Если вы сейчас отказываетесь от сотрудничества с банком, в таком случае, в следующем месяце вам нужно будет внести обязательный платеж по кредиту, который на вас уже одобрен, и денежные средства ожидают удачи. Все, отменяйте тогда, ничего не надо мне выдавать, я без кредита ухватаю. Данный кредит уже одобрен, он уже числится в вашей кредитной истории. Я не вижу его. Где мне посмотреть? Зайдите в БКИ, в бюро кредитных историй. Где это? Я открыл приложение, где оно у меня, БКИ? Причем здесь приложение. Данная информация отображается в бюро кредитных боссы. Хорошо, давайте зайдем. Как мне туда зайти? Заходите. Как мне туда зайти? Смотрите. Бюро кредитных историй. НБКИ. Получите свою кредитную историю, получите онлайн. Вход в личный кабинет. Сейчас через госуслуги. Так, сейчас, секундочку. Это хорошо, что вы подсказали такой момент. Сейчас я гляну. Через госуслуги. Так. Открываются госуслуги. Так, все, захожу. Предоставление прав доступа. Национальное бюро кредитных историй запрашивает следующее право. Фамилия, имя, да, предоставить. Ну, все нормально у меня. Никаких действующих кредитов нет. Тут был прошлогодний, который я выплатил. Данное кредитование сейчас находится на стадии зачисления. На стадии выдачи денежных средств. Сейчас ожидает выдачи. Зачем вы мне голову морочите? Я здесь авторизировался непонятно куда. При оформлении заявления был указан иной счет получателя. Я из-за вас столько цифр сейчас поводил. Я за последний месяц на работе столько не писал. Вы думаете, это так шутки? Заставить меня авторизоваться в бюро кредитных историй? Смотрите, если вы непосредственно отказываетесь вписывать номер вашего счета, продублируйте его мне, я вместо вас его пишу. Я вообще отказываюсь на свой номер счета. Я теперь смотрю, что вы человек непостоянный. Зайдите в кабинет, зашел, ничего нет. Теперь мне продиктовать счет вам надо будет. Вы зашли в НПК. А потом оказывается, что и это не нужно. Я еще раз говорю, вы зашли в НПК. Не понимаете, с кем вы общаетесь? Нет, это вы сейчас не понимаете. Вы сейчас просто шутки шутите, вам интересно пообщаться с людьми. И все, не более. Я вам сейчас говорю, что есть строгий регламент банка, который нужно соблюдать. Кто должен соблюдать? Клиенты банка. Вы сами договор подписали. Все тогда полностью закрывайте. Я ухожу из ВТБ банка. Уходите из ВТБ банка, хорошо. Для закрытия счета продуктируйте номер счета. Сами найдете. Нет. У нищих слуг нет. Я еще раз повторяюсь. Для закрытия счета продуктируйте. Под запись разговора составьте голосовое обращение. Не буду я ничего составить. Будете, а вас никто не спрашивает. Вы должны повиноваться и благоговеренно трепетать перед клиентом ВТБ банка. Я фиксирую отказ от сотрудничества с банком. Это неправда. Сейчас вам поступит СМС о зачислении кредита. И сразу же поступит СМС о списании. Ожидайте. Ваши карты отправляются на перевыпуск вместе с вашим счетом. Я все оспорю в суде. Да, оспаривайте. Вам будет предоставлена запись нашего с вами разговора, в которой вы сами отказались предоставлять информацию. А вы мне предупреждали, что вы ввели запись разговора? Это с чего это? Вдруг вы мою запись не собираетесь? Да, вас предупредил предупреждение специальности. Ничего подобного, никто не сказал. Все, сотрите. Вам данная запись будет предоставлена. Попробуйте только. Вы не имеете права, не предупреждая, ввести запись разговора. А не имея права ввести, вы не можете предоставлять ее в суд. Суд будет на моем месте. На моей стороне. Вы хотите судиться с банком? Я вас засужу еще и вас лично. Это удачи. Потом еще передам вам на Лукьяновский Централ, передам вам кубики Мевины. Хорошо. Всего доброго, это непосредственно ваше право. Ожидайте смс-у с писания. Жду. Все, судитесь с банком, всего хорошего. Слеза. Парасенок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин